Привет! В этом видео мы ответим на вопрос, действительно ли глобализация потерпела неудачу. От грандиозных случаев провала кампании на международном уровне до Организации Объединенных Наций, которая, кажется, перегружена обязанностями. Существует множество организаций, которые сталкиваются с серьезными проблемами на международной арене. Глобализация, как мы ее знаем, относится к возрастающей взаимосвязи и взаимозависимости людей, культур, экономик и стран во всем мире. Это сложный процесс, который продолжается на протяжении веков, но только в последние десятилетия он действительно ускорился, во многом благодаря прогрессу в области технологий и транспорта. Удивительно видеть успешные международные компании, которые терпят неудачу на некоторых рынках, и некоторые бренды, которые из-за своего быстрого мирового расширения выглядят слишком дешево. Примеров таких неожиданных провалов по всему миру множество, но давайте рассмотрим самые странные. Сеть кофеин Starbucks пыталась войти на австралийский рынок в 2000 году, но что-то пошло не так. Они думали, что австралийцы пьют кофе, как американцы, но ошиблись. Местные кофейни доминировали на рынке, и Starbucks был слишком дорог. В 2008 году Starbucks закрыл 61 кофейню и потерял 143 миллиона долларов. В 2014 году они сдались и передали оставшиеся 24 кофейни группе Widers, которая управляет 7-11 в Австралии. В результате Starbucks осознала на практике, что австралийцы предпочитают кофе, как и свою природу, местным и диким. Дальше идет сеть пиццерий Domino Pizza, которая пытала высокие ожидания, когда открыла свое первое заведение в Италии в 2015 году. Но все пошло не по плану. Они попытались предоставить итальянцам американскую пиццу, но те были, мягко говоря, не в восторге. Борясь с местными пиццериями, Domino's закрыла все свои 29 заведений в Италии. Похоже, менеджеры Domino's наконец поняли, что когда в Риме, делай как римляне. Попытка торговой сети Home Depot ритейлера строя материалов и инструментов проникнуть на китайский рынок в 2006 году стала катастрофой для этого гиганта. Несмотря на растущую экономику и рынок жилья страны, Home Depot смог открыть всего 12 магазинов, прежде чем осознать, что китайцы не разделяют их страсти к ремонту дома. На самом деле в развивающихся странах самостоятельное выполнение работ часто рассматривается как признак бедности. Home Depot закрыл свои китайские магазины в 2012 году, понеся убытки в 160 миллионов долларов. Похоже, что в Китае Home Depot не смогла выработать успешную бизнес-модель для DIY. Очевидно, что компаниям сложно адаптировать свои бизнес-модели к местным рынкам, что часто приводит к печальным провалам. Справедливости ради стоит отметить, что международные компании способны учиться на своих ошибках и корректировать свои стратегии для новых рынков. Возьмем, к примеру, снова Starbucks. После проблемы в Австралии им удалось преодолеть трудности и триумфально войти на рынок Италии. Похоже, они все-таки вывели выигрышную формулу. Но как насчет более широкого взгляда на глобализацию? Несомненно, глобализация принесла множество преимуществ. Она создала новые экономические возможности и помогла вывести миллионы людей из бедности. Она привела к распространению знаний, культуры и идей. Однако она также принесла серьезные недостатки. Один из самых ярких растущие неравенства. Хотя некоторые люди значительно выиграли от глобализации, другие же остались в стороне, поскольку выгоды от экономического роста непропорционально достались богатым. Это привело к росту разрыва между имущими и неимущими как внутри стран, так и между ними. Поэтому, если у вас есть доступные ресурсы, важно подумать об инвестировании, чтобы сохранить финансовую стабильность. Если вы рассматриваете возможность инвестирования, то имейте в виду, вы можете сделать это с помощью нашей платформы. Для этого отсканируйте QR-код, показанный на экране, или пройдите по ссылке в описании. Однако, пожалуйста, имейте в виду, что мы не предоставляем прямых инвестиционных советов и не просим покупать или продавать акции какой-либо компании. Еще одна проблема глобализации — это возникновение популизма и национализма во многих странах мира. Политики-популисты часто обвиняют глобализацию в потере рабочих мест и промышленности в своих странах и обещают защитить своих граждан от предполагаемых угроз глобализации. Националистические движения аналогичным образом отдают приоритет национальным интересам перед глобальным сотрудничеством, что приводит к напряжениям и конфликтам в международных отношениях. Экологические последствия глобализации также имеют большое значение. По мере увеличения экономической активности возросло и использование природных ресурсов, образование отходов и парниковых газов. Это способствовало целому ряду экологических проблем, включая изменение климата, вырубку лесов и потерю биоразнообразия. Глобализация объединяет людей для борьбы с ее негативными последствиями, используя ее положительные стороны. Это как использовать бульдозер для очистки завалов, вызванных другим бульдозером. Немного иронично, но эффективно. Однако это несбалансированная система, поскольку рост глобализации привел к сокращению некоторых отраслей, особенно в развитых странах, где рабочие места в промышленности были переданы развивающимся странам с более низкими затратами на рабочую силу. Это привело к безработице, особенно среди малоквалифицированных рабочих, которые больше всего пострадали от потери этих рабочих мест. Глобализация принесла как преимущества, так и проблемы, что делает ее рост сложным вопросом. Все зависит от вашей точки зрения. Если вам важны только деньги, то это оглушительный успех. Но если вас волнуют такие вещи, как неравенство, окружающая среда или культурное разнообразие, то это совсем другая история. Однако мы не можем просто развести руками и сказать, глобализация потерпела неудачу. У нас есть возможность формировать ее таким образом, чтобы она приносила пользу обществу в целом. Вкратце, мы все вместе на нашем маленьком синем космическом корабле. Так что давайте работать сообща, чтобы сохранить его на плаву и избежать столкновения с айсбергами. Ну что ж, на этом у меня все. Не забудьте подписаться на этот канал и поставить лайк этому видео. И также нажмите колокольчик и будете получать уведомления о новых видео. На этом у меня все. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok